Если вы заботитесь о себе, вы измените свои привычки в сфере питания и начнёте заниматься спортом. Вы сможете изменить свой образ жизни. Важна не только духовная пища. Этот год показал, что огромное значение имеет образ жизни человека. Мы проводим служение на улице не только из-за пандемии, не только из-за вируса, пришедшего из провинции Ухань в Китае. Мы здесь, потому что хотим больше познать всемогущего Бога. В том, чтобы проводить служение на улице, нет ничего героического, абсолютно ничего. Если я хочу познать своего Бога, я буду делать это в любых условиях, чтобы утверждаться в Нём и делать это снова и снова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова Но проводить служение на улице действительно безопасней. Поэтому иногда мы это делаем. Некоторые служения мы проводим в здании. Особенно это касается детской церкви, но взрослым тоже. Важно собираться вместе. Церковь — важная потребность общества. Мы не просто совесть нашей культуры, мы свет в этом тёмном мире. Если наше общение будет только виртуальным, то Царство Божие лишится нормального, человеческого общения. Наша задача — не просто посылать цифровые послания, но быть посреди мира и сеять правду Иисуса Христа. Я понимаю, что эта программа будет транслироваться в цифровом виде. Сегодня мы поговорим о понимании этого времени данного сезона. Церковь — это вся моя жизнь, и поэтому всё в ней связано с моей верой. Мы всегда пытаемся подстроить факты под нашу теологию, но в реальном мире всё куда грязнее, чем мы себе нарисовали. Просто теории уже недостаточно. Мы живём во время, когда Бог движется беспрецедентным образом. Мы не просто хотим понять, что может сделать Бог, но сейчас нам важно понять, что Бог делает в наше время, чтобы мы могли принять в этом участие. В этом состоит цель сегодняшнего урока — понять, как мы можем участвовать в этом вместе с Богом. Возьмите Библию и блокнот. Откройте своё сердце, чтобы услышать, что нам сегодня говорит наш Господь. Приятного просмотра! Один из уроков этого года — это школа молитвы. Но мы не должны считать, что этот урок ограничится только 20-м годом. Это выпускной год в нашей школе следования за Господом. Я всегда за образование, поэтому, если вы ещё не получили образование, сделайте всё, что можно, чтобы закончить учёбу. В моей жизни нет такой части образования, которая бы не принесла плод. Может, я увидел плоды не тогда, когда планировал. Я получил массу степеней, которые тогда казались совершенно бесполезными, но Бог использовал их, чтобы принести плод в моей жизни. Но мне кажется, что этот год выпускной в нашем следовании за Богом. Я не хочу избегать уроков жизни, я хочу извлечь из них пользу. Моя задача не в том, чтобы отсидеться на уроке, но чтобы использовать все возможности, которые Бог даёт нам. То, что вы в этот вечер здесь, имеет куда большее значение, чем то, что вы поклонились Богу и сейчас, послушается проповедь. Тот факт, что наш собственный комфорт не является первостепенной частью нашей веры, указывает на то, что мы реально ищем Бога, и мы принесём огромные плоды Богу, потому что Господь видит наш настрой. А если мы смирим себя и взыщем Его лицо, если осознаем свою нужду в очищении, покаянии и освобождении, то Творец неба и земли это заметит, и мы увидим Его руку. Я в этом уверен абсолютно. Аминь. Когда я вхожу в здание после нашего служения на улице, мне кажется, я снеговик и вот-вот растаю. В конце служения, в канун Рождества, я был счастлив войти в тёплое здание. Я чуть не превратился в сосульку, но всё же это особенное время для всех нас. Название данной проповеди — понимание этого времени и сезона. Как и вы, я считаю своей задачей исследовать Писание. Но меня интересует не только теория. Я хочу знать, что именно Бог делает прямо сейчас. Я хочу понимать это время и данный сезон. То, что вы хорошо знаете лета в Теннессе, едва ли помогло вам сегодня, когда вы выбирали, что одеть на служение. Мы должны осознавать, что это за сезон и что за этим следует. И также, какие шаги нам стоит предпринять. Мы не охватим всё за одно служение, но, по крайней мере, начнём. Мне кажется, что в этот сезон 20-го года, а я говорю не о календарном годе, а о духовном сезоне, нам был представлен новый образ жизни. Я хочу, чтобы вы понимали, что мы не просто сели на духовную диету и скоро вернёмся к прежнему образу жизни. Я лично считаю, что мы получили приглашение жить по-новому. Это не что-то временное. Если, сидя на диете, вы потеряли пару кило, они обязательно вернутся, когда вы начнёте питаться, как раньше. Если вы заботитесь о себе, вы измените свои привычки в области потребления пищи и начнёте заниматься спортом. Вы сможете изменить свой образ жизни. Если мы усвоим уроки данного года и будем дальше их применять, мы изменим весь стиль жизни. Мы проводим служение на улице не только из-за пандемии, не только из-за вируса, пришедшего из провинции Ухань в Китае. Мы здесь, потому что хотим больше познать всемогущего Бога. В том, чтобы проводить служение на улице, нет ничего героического. Если я хочу познавать своего Бога, то я буду делать это в любых условиях, чтобы утверждаться в Нём. Мы не проглатываем всю пропаганду, которая сеется в наши уши, но мы и не игнорируем изменения, пришедшие в нашу жизнь. Я считаю, что будет правильнее сказать, что теперь у нас новый образ жизни. Но в центре нашей жизни — Иисус, и мы стали в этом сильнее. Раньше важные вещи для многих из нас были второстепенны. Мы вроде бы поддерживали имидж благочестия, посещали церковь, соблюдали правила, знали тексты песен. Мы знали порядок служения, что, зачем следует, но мы не полностью зависели от Божьей силы. Порой мы полагались на наши собственные ресурсы. Это была не наша инициатива. Бог выбрал 20-й год, чтобы пробудить нас. И вот в конце 20-го я могу сказать о тех, кто пришёл на это служение. Наши уши открыты. Мы хотим слышать, что говорит Бог. Мы хотим быть готовы. Если нужно, Господь, пошли нас, и мы пойдём. Мы не хотим просто протирать штаны в церкви и исполнять свод установлений. Мы хотим исполнять твои цели на этой земле. Новый образ жизни несёт за собой новые привычки. Я дам вам один совет, состоящий из четырёх слов, но я верю, что это крайне важный урок в данном сезоне. «Смотрите, слушайте, думайте». А с этим у нас дефицит. Мы должны решать, какую информацию нам принимать, а какую отвергать. И когда вы оценили информацию, только тогда вы можете действовать в соответствии. Мы здесь не для того, чтобы собирать библейскую информацию, накапливать знания фактов из Писания, чтобы потом впечатлять друзей нашей начитанностью и знанием Библии. Нам важно научиться действовать так, как направляет нас Дух Божий, и наши шаги должны основываться также на понимании и распознавании того сезона, в который мы вошли. Очень легко сконцентрироваться только на плохом. На количестве заболевших, на количестве позитивных тестов нас буквально засыпают плохими новостями. Они пытаются поселить в наши сердца страх и беспокойство, чтобы в мире царил хаос. Но мы должны замечать то хорошее, что сейчас делает Бог. Не шутить, какой ужасный 20-й год, а видеть руку Бога. Стоит даже написать на листе бумаги, что в 20-м году для вас сделал Бог, в каких ситуациях вам удалось лучше его познать, и что дало вам новое понимание о Боге в сравнении с декабрем 19-го года. То, что Бог сейчас делает по всей земле уникальным. Мы с вами тому свидетелем. Уже много месяцев мы проводим наше служение на улице, и мы справились. Нам все удалось. Но подумаешь, замерзли пальцы ног и пальцы рук, не чувствуем. Но мы-то видим, как Бог двигается. Мы видим Его руку. И особенно в этот сезон мы видели движение Божие в Израиле, в стране, где проживают евреи. Современное государство было восстановлено в 48-м году, но в последние 2-3 года в Израиле происходит то, что не имело прецедента в современной истории. Соединенные Штаты Америки признали, что столицей Израиля является город Иерусалим. Наше посольство переехало туда. Это произошло 14 мая 2018 года. То есть ровно в 70-ю годовщину восстановления государства Израиль. Это поистине чудо библейской величины. Но это еще не все. 25 марта следующего, 2019 года, Соединенные Штаты официально признали голландские высоты частью Израиля. Это важно для суверенитета данной страны. Я повторюсь, в современной истории это беспрецедентно. Ну и третье событие. Соединенные Штаты признали право Израиля населять западное побережье. Это произошло в ноябре 2019. США заявили, что, населяя западное побережье, Израиль не нарушает международных законов. Если 2019 год кажется вам уже древностью, то в 2020 произошел ряд подписаний мировых соглашений между Израилем и их исламскими соседями. Объединенные Арабские Эмираты подписали с Израилем, Авраамский договор, мирное соглашение между этими двумя странами. Это также беспрецедентно. Вскоре после этого Бахрейн, Судан, Марокко сделали то же самое. Кажется, что сейчас самое время это сделать и для других исламских стран. Улучшили соотношения между Израилем и Саудовской Аравией. Последнее позволило израильским самолетам использовать их воздушное пространство. Это неслыханно для современной истории. У Израиля уже были пописаны мирные договоры с Иорданией и Египтом, но их отношения в последнее время еще больше улучшились. То, что происходит в отношениях Израиля с его исламскими соседями, беспрецедентно. У нас в Нэшвилле и то взорвались бомбы, а на Ближнем Востоке заключаются мирные договоры. Это чудо библейской величины. Еврейский народ — это избранный Богом народ. То есть Бог специально выбрал этот народ. В каждой книге Библии мы видим эту последовательность. Каждый автор каждой книги Библии, описывая любой сезон в истории, любую империю, подчеркивал, что народ Божий был в центре планов Божиих на этой земле. Он не выбрал их случайно. Это был его выбор, и через них он выражал свою волю в Писании. Он использовал людей с заветом, людей, живущих ради Божьей цели. Этот народ имеет уникальное благословение от Творца всего. Об этом говорит Писание. Второзаконие, 10 глава. «Вот у Господа Бога Твоего небо и небеса небес, земля и все, что на ней. Но только отцов Твоих принял Господь и возлюбил их, и избрал вас, семя их после них, из всех народов, как ныне видишь». Мы видим эту концепцию и в Новом Завете. Римлянам, 9 глава. То есть израильцам, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположения, и богослужения, и обетования. Их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий на всем Бог, благословенный вовеки. Аминь. Еврейский народ играет уникальную роль в исполнении Божьих целей на этой земле. Это было истиной, когда Бог сказал Аврааму в 12 главе Бытия, «Я произведу из тебя великий народ». И это истина сейчас. Божьи цели все еще исполняются через Божий народ. Бог дал им землю на берегу Средиземноморья. Добрая весть Нового Завета состоит в том, что через Христа понятие «избранный Божий народ» включает теперь все народы. Глядя на Божий народ и как Он с ними поступал, мы можем понять, как нам исполнять свое призвание. Мы должны замечать появление в нашей жизни того, что разделяла церковь в истории. Во-первых, Бог не оставил еврейский народ, хотя в первом веке нашей эры Христа не поддержала большая часть населения Израиля. Иисус был распят римлянами за пределами Иерусалима. Но это вовсе не означает, что Бог оставил еврейский народ. Если вы видите истину в обратном, у вас неправильное богословие. Христианская гордыня и проявление плоти отразились как раз в том, что последователи Христа, не евреи, приняли эту идею. Есть целое учение о том, что Бог отверг еврейский народ, и это привело к антисемитизму. Огромная ненависть к еврейскому народу и насилие в их адрес берет свои источники как раз в христианской церкви. И это факт из нашей истории. Поскольку большинство из нас, к сожалению, очень плохо знают нашу христианскую историю, мы об этом даже и не подозревали. Но, уверяю вас, обычный израильтянин на наших улицах сегодня считает, что христиане представляют для них большую угрозу, чем мусульмане. Они понимают, что было в истории. Поэтому христианская церковь и ее лидеры сегодня и не думают смотреть на Израиль и то, что Бог творит в этом народе. Хотя это отражение того, что Бог будет делать и с оставшейся частью Его людей на земле. И это важно знать. Бог движется в Израиле уникальным образом. Он мощно использует для этого нашу с вами нацию. И это должно давать нам надежду. Посреди всех манипуляций, обмана и нечестия, в котором живет наш народ, отступивший от закона Божьего, повернувшийся спиной к своему наследию и веры. Но наш народ сделал кое-что, что «Я верю» высвободит на нас Божие благословения. Нам нужно радоваться тому, что произошло, потому что это было благоугодно Господу. Мы этим чтим не политику, а самого Бога. Мы должны продолжать творить наше пробуждение. Это важно. Бог движется в нашем народе, чтобы исполнить Его цели на этой земле. Мы с вами включены в понятие избранный Божий народ через Христа Иисуса. Мы принадлежим к этому народу так же, как Авраам, Исаак и Иаков. Об этом говорится в 3 главе послания Галатам. «Ибо все вы, сыны Божии, поверива Христа Иисуса, и это не пустые слова». Здесь не сказано, что вы сыны Божии, потому что вы потомки Авраама, Исаака и Иакова. Но мы сыны Божии благодаря Христу. Павел объясняет, почему. «Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись, нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе». В следующем предложении объясняется причина, почему он может это утверждать. «Если же вы Христовы, то вы семя Авраама и по обетованию наследники. Если бы Бог отверг обетование, данное Аврааму, то мы не были бы включены в это обетование. И поэтому, если мы уверовали в Иисуса, обетованного Мессию, еврейского народа, то мы — наследники по обетованию, которое было дано Аврааму». Римлянам 11 глава. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении». Если в Библии говорится о неведении, имеется в виду, что нам не должно стать не по себе, когда мы увидим царя. Откройте Библию и прочитайте, чтобы знать и не заблуждаться. А мы так ничего и не узнали? Вы можете вспомнить еще одно место, где говорится «не оставайтесь в неведении»? Коринфянам сказано «не хочу оставить вас в неведении о духовных дарах, но мы дочитаем место из послания к римлянам. Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. В Новом Завете слово «язычник» применялось ко всем, кто не еврей. То есть в Новом Завете было всего две группы людей, народ Израиля и язычники. Ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. А у Луки говорится о том, что Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников. Почти две тысячи лет Иерусалим был под контролем не иудеев, а под контролем разного рода империи и властей. Но сегодня Иерусалим находится под автономией еврейского народа. Впервые за две тысячи лет. Это приводит нас к выводу, что мы приближаемся к кульминации, к концу времени язычников, потому что в Новом Завете сказано, что в конце века еврейский народ снова будет впереди всех, кто продвигает Евангелие Иисуса Христа. Друзья, это время жатвы прямо сейчас. Я знаю, что у нас в Теннесси сейчас зима, и это явно не время сеяния и жатвы на полях, но в духовном смысле это время жатвы. Мы видим вокруг, что нивы побелели. Важно знать, что ждет нас впереди. Если мы знаем, то мы подготовлены. Если сейчас в Теннесси зима, то какое время года будет следующим? Конечно же, весна. Нетрудный вопрос, правда? Конечно же, дальше нас ожидает весна. Если мы понимаем, в каком духовном сезоне мы с вами живем, мы знаем, чего нам ожидать дальше. Мы продолжаем проходить этот непростой сезон, и у нас по-прежнему тот же враг. Наши улицы по-прежнему наполняются страхом, беспокойством, тревогой и стрессом. Этим заполнены наши мысли. СМИ нам в этом помогают, устрашая нас день от дня. Но Бог не паникует. Он не застигнут врасплох. Во втором псалме говорится, «Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его». Но живущий на небесах посмеется. Сейчас в мире происходит много всего, что было инициировано Антихристом. Люди ненавидят имя Иисуса. Люди нетерпимы к Божьему народу и к Его уставам. Но не нужно бояться, Бог с нами. Мы покоимся под крыльями всемогущего. Бог проведет нас через этот год, и мы увидим победу Господа так, как не видели никогда раньше. Хочу помолиться с вами. Отец, благодарю тебя за это время вместе, за авторитет твоего слова. Спасибо, что ты хранишь нас и направляешь каждый день. Мы твердо стоим на твоем слове. Я молюсь о том, чтобы всякая тревога убралась вон. Беспокойство и страх вы не имеете власти над нами. Господь, пусть твой мир наполнит наши сердца и разум. Мы молимся во имя Иисуса Христа. Да благословит вас Господь. Я говорил это раньше и буду продолжать говорить об этом еще несколько недель. Бог движется на этой земле во благо своему народу. Те, кто противостоит его целям, сильно удивятся. Они недооценивают нашего Бога. Они сняли его со счетов и думают, что он не слышит молитвы, не взирает на нужды, что его рука не слишком сильна, что ему все равно, или даже, что его не существует. Но Бога не пугает недостаток их веры. Это не преуменьшает его реальности. Кто-то смеется над вами, что вы читаете Библию. Вам не нужно перед ними оправдываться. Однажды все откроется. Смотрите каждую неделю нашу программу с пастором Алленом Джексоном, а также заходите на наш веб-сайт, где вы можете найти прекрасные ресурсы, которые помогут вам подняться на новый уровень вашей христианской жизни. Мы также просим вас подумать о том, чтобы поддержать нас в распространении этого послания по всему миру. Это будет возможно только с вашей помощью. Поэтому подумайте о том, чтобы стать нашим партнером. Спасибо, что вы с нами и что являетесь частью этого служения. До скорой встречи в нашей программе с пастором Алленом Джексоном. Здравствуйте, это пастор Аллен. Спасибо, что позволили мне на минуту прервать урок. Я хочу провести минуту с вами в начале этого года. Во-первых, чтобы отпраздновать, слава Богу, мы пережили 20-й. Мы не просто выжили, но стали сильнее. Мы более сфокусированы и готовы к целям Божьим, чем когда-либо. Но мы еще не закончили разбираться с проблемами. Я бы хотел, чтобы все закончилось со смены календаря, но реальность состоит в том, что нам нужно пройти путь, и мы должны стать в силе в Господа. Я бы хотел поговорить с вами в начале этого года. Я хочу посадить семя. Давайте примем решение делать что-то, дабы становиться духовно сильнее, несмотря ни на что. Мы много думали в последнее время о том, как поддерживать иммунитет, здоровье. Точно так же мы должны думать о том, как быть сильным и духовным. Я подготовил инструмент, который поможет вам в этом. Это сборник, который называется «Стоять твердо». Это наша цель на 21-й год. Мы хотим стоять твердо. В послании к Ефесянам сказано, что мы должны сделать все, что знаем, а затем стоять твердо. Атаки не уйдут. Вызовы не исчезнут. Враг активно действует на земле. Но Иисус Господь, уделяйте время ежедневному чтению Библии. Читайте короткие проповеди каждый день. Мы будем выходить в эфир каждый день, чтобы давать вам духовный толчок. У нас есть ресурсы, которые доступны для вас. Вместе мы будем стоять твердо и провозглашать победу Иисуса в нашей жизни. Бог призывает нас стоять твердо в нашей вере. Мы должны действовать. Чтобы помочь вам распознать обман и сберечь свое сердце, в эти непредсказуемые времена мы вышли вам сборник пастора Аллана из цикла «Конец века» под названием «Стоять твердо». Если вы пожертвуете 30 долларов или больше, вы также получите сборник коротких проповедей «Стоять твердо», о котором говорил пастор Аллан. Жертвуйте сегодня по номеру, который видите на экране или через наш сайт. Не уделяйте внимания проявлениям зла. Сфокусируйте свое сердце, мысли, ум и эмоции на том, что делает Бог. Это сохранит вас и сбережет вас, принесет вам радость. Мы отвергли истину Божию. Мы отложили ее в сторону. Мы не хотим больше слышать о ней. Она стала неудобной для нас. Мы хотим силы и власти. Единственный мир, который может получить человечество, придет от Князя мира. Лишь перемены в человеческом сердце позволят нам жить вместе в единстве, уважении, любви, доброте и достоинстве. Я советую вам не только в это время, но и в другие времена хранить свое сердце. Будьте осторожны с тем, перед чем вы преклоняетесь. Поддержите новые выпуски и получите все это сегодня через наш сайт или позвонив по номеру, который вы видите на экране. Церковь, мы продолжаем двигаться вперед. Мы проводим служение. Наша церковь жива. Мы хотим, чтобы вы были с нами. Мы не могли приходить с Мартом. Сегодня мы впервые здесь, и мы очень рады быть сегодня здесь. Это ободряет, потому что ты видишь, что мы можем быть вместе. Это здорово. Когда я услышала о ковид, то не испугалась. У меня есть Бог, и я ничего не боюсь. Совершенно ничего. Я призываю людей приходить встречаться, общаться, быть частью тела Христова. Не верьте лжи, что вы можете быть сами. Это совершенно не так. Жизнь чудесна. Возвращайтесь. Приходите в церковь снова. Приглашайте своих друзей, родных. Это будет чудесное время. Надеемся увидеться с вами. Редактор субтитров А.Семкин